Еще недавно понятие «безналичный расчет» считалось чем-то фантастическим. Как это так? Деньги заведены на пластиковую карту. Но технологии не стоят на месте. Сейчас таким способом оплаты пользуется большое количество человек. Но внедрить эту технологию в саратовский общественный транспорт до сих пор считается чем-то совершенно фантастическим. Первыми подопытными в этом эксперименте стали трамваи и троллейбусы, то есть муниципальный транспорт. В руках у замдиректора СГЭТ Виктора Бочкарева китайское изделие в саратовских реалиях. Терминал безналичной оплаты. Применяется здесь с мая 2018 года. Наличными цена проезда 23 рубля, по карте 21. И если на первых порах услугой пользовалось порядка 6% пассажиров, то сейчас уже 30. Правда, обкатка системы выявила некоторые сложности. К сожалению, бывают какие-то до сих пор доработки программного обеспечения. Во-первых, первые чеки были большим размером, расход ленты был. Были моменты, изначально оплата проходила достаточно длительный период. Длительные это как 3-4 секунды. Учитывая, что вагоны вмещают более 120 человек, то время у кондуктора уходило много. Поэтому дорабатывали программу, чтобы было быстрое обелечивание. Пока же в СГЭТ говорят не о экономической выгоде от новинки, а о дополнительных затратах. Сейчас закуплено 208 терминалов. Они не привязаны к конкретному трамваю или троллейбусу, а закреплены по времени за определенным маршрутом. Так легче вести бухгалтерию. Так что даже в этом ретро-вагоне можно спокойно расплачиваться карточкой. Вообще, сама процедура оснащения подвижного состава безналичным расчетом, по мнению Виктора Бочкарева, достаточно простая. Должен быть банк, кто будет проводить транзакции, куда будут аккумулироваться денежные средства, договора на перечисление денежных средств с перевозчиком. При наличии терминала достаточно 2-3 дней. Как говорят в городском комитете транспорта, сейчас Саратов приближается к тому, что весь транспорт перейдет на наличный и безналичный расчет. До транспортной революции осталось меньше месяца. Положение о том, что обеспечить безналичную форму расчета в общественном транспорте, оно регламентировано двумя документами. Это в первую очередь вступающим в силу федеральным законом 54-м о применении контроля кассовой техники, которая с 1 июля обязывает всех перевозчиков установить кассовые аппараты в своих транспортных средствах. И второй документ – это постановление администрации города Саратова, которое утвердило требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на автомобильном транспорте по нерегулированным тарифам. Там есть пункт отдельный, то, что они должны обеспечить исправную работу, оборудованную для безналичной формы оплаты. И эти оба положения, они вступают в силу именно с 1 июля 2019 года. Но уже сейчас перевозчики видят перед собой непреодолимую преграду. Эксперт по пассажирским перевозкам Евгений Лузановский показывает на примере автобуса средней вместимости, как законодательство на бумаге создает ряд сложностей на практике. Трудность одна, именно техническая трудность, поскольку это дополнительная нагрузка на сеть. И тут необходимо и с проводами, и тут и с ГАИ надо согласовывать, ну, это определенное внесение изменений, тут именно позицию ГАИ тоже надо узнать. Но пока это в обязанности нет, пока есть время подготовиться. Ну, с 1 июля я думаю, что ничего не будет у нас. Потому что, во-первых, никто из администрации еще даже не выходил к перевозчикам с предложением таким, а это предложение, это не обязанность, да. Во-вторых, ну, я говорю, что это надо подготовить документы, с банками согласовать. Банки должны заказать все эти должное количество единиц устройств для оплаты. И вообще, во всей этой системе, которая должна привести к безналичному расчету, оплата в автобусе карточкой, опять же, может остаться только на бумаге. На практике за проезд в автобусах придется платить только наличными. Не идет речь о онлайн-оплате безналичного оплаты. Это две разные вещи. И мы должны их различать. Онлайн-кассы, благодаря тому, что Государственная Дума внесла изменения, и в настоящий момент транспортники обязаны будут показывать только QR-код, так называемый. Скорее всего, у большинства будет это реализовано, поскольку, по сути, новелла-то введена, да, она немного упростит жизнь транспортникам, то, что не надо будет в каждой автобус ставить кассу, а она будет централизована на... у каждого предпринимателя стоять. Вот. Скорее всего, это будет реализовано... Будет стоять телефон, который будет выводить то, что оплата прошла, QR-код будет выводить, чтобы каждый человек, оплативший проезд, мог увидеть то, что, да, действительно, чек электронный есть. По поводу... То есть будет получать электронный чек? Видеть, видеть электронный чек, можно сказать. А что это значит? Как это выглядит? То есть он может с телефона QR-код считать и увидеть то, что, да, действительно, через налоговую этот платеж был проведен. В администрации же удивляются тому, что постановление главы города, по мнению транспортников, это лишь рекомендация. Рекомендательный характер это как бы не носит, носит обязательный характер положения о том, что кассовое обслуживание должно быть в каждом автобусе. И в первую очередь их недовольство связано с тем, что это дополнительные расходы на кассовую технику, это совершенно новая система расчетов, которая выводит на легализацию все доходы, которые в настоящее время зачастую водители складывают себе в карман. То есть они не хотят уходить от наличного расчета? Да, конечно, это вот имеет негатив именно в этом плане. Тем не менее, многие перевозчики сейчас надеются на то, что в Государственной Думе введут мораторий на штрафы за отсутствие кассы в автобусе с 1 июля. Якобы сейчас принято решение об административных каникулах, чтобы это не являлось административным правонарушением, не выдача каких-то документов проездных. То есть сейчас все идет в активной работе в законодательном органе. Мы пока не сформировали свое видение. У нас есть, мы каждый день практически встречаемся с разными банками, обсуждаем разные варианты безналичного расчета. Безусловно, мы к этому придем. Но если в электротранспорте тариф устанавливается решением Гордумы, то в автобусах он нерегулируемый. То есть перевозчики вправе будут повысить цену без наличного проезда в счет погашения расходов на удобную для пассажиров услугу. К этому они готовы в первую очередь.